Всем привет! Начинаю свой влог с автомобиля, как многие любят. Сегодня я не за рулем, меня возит братик. Сегодня хоть и будний день, но он освободился и решил мне помочь. Погода такая отвратительная, что у меня давление скачет, поэтому он меня выручает. Мне надо по разным делам. И одно из дел, вот я сейчас вам покажу, потому что мы в центре, я хочу заскочить в магазин Кабанчиком, и там появились новые крутые детские футболки для девочек и для мальчиков. И для мальчиков мне очень понравилось, я увидела в инстаграме, я подписана на них. Да и Мариночка говорила, что новые футболочки с крутыми названиями. Принц на белом коне, хочу Демке такую футболку. И так как еще перед Кипром я хотела успеть заехать, но не успела, не заехала. К сожалению, купить такое платье, оно на одно плечо, и сейчас буду его мерить, и хочу вам показать. И еще хочу сказать о том, что первый раз в жизни мои дети уезжают с папой на 4 дня без меня. Вот, они едут к бабушке, то есть к моему мужу маме. Я остаюсь дома, потому что у меня, ну, короче, из-за работы я не могу поехать. Ну и плюс то, что это такое, знаете, как проверка мужа на прочность, на сколько он справится. Ника, конечно, взрослая, она папе, если что, подскажет, поможет, плюс бабушка будет. Но я, скажу честно, я слегка переживаю. Вот, они едут на поезде, не на машине, что я уже так выдохнула, потому что, ну, все равно, знаете, автомобиль это страшновато. Мне поезд как-то попроще, поспокойней. Да, Петь? Чего ты ржешь? Автомобиль. Берегись автомобиля, сразу вспоминается мультик с чего-то с детства. Вот, поэтому я выходные и еще два будних дня я буду сама в Киеве. Честно, я не знаю, что я вообще буду делать. Я давно не была вот так вот без детей именно дома. Я могла там куда-то выехать, вот на ретриты, да, я ездила, моя мама приезжала. А тут дома я сама и без детей. Но такого у меня вообще не было, поэтому я такая думаю, боже, как это, как, как, как. Ну, посмотрим, как это будет. И мне муж говорит, Таня, ты хоть выспишься. Дема встает в 6 утра и сразу такой ням-ням и мультики, и все. То есть, хочешь ты спать, не хочешь, все равно. Ладно, не буду затягивать. Я сегодня буду ехать провожать своих. У них в 11 вечера поезд, и, если честно, я прям переживаю, переживаю. Ну, Демке почти 3 года, я думаю, что ничего страшного. Папа справится, как ты думаешь, справится? Конечно, да, где-то. У него нет выбора. Вот, ну, вот, в общем-то так. Поэтому продолжение как бы влога, я не знаю, какое оно будет. Сейчас будет магазин, я вам покажу, что я выберу, и как оно будет на мне смотреться, как будет сидеть. А выходные, наверное, я как-то проведу с подружками, с друзьями, и, наверное, прям отдохну, как в молодости. Поэтому, если интересно, то оставайтесь со мной. Девчонки, я уже здесь. Смотрите, какое платье, но нет моего размера. Мне нужна S, а это M. То есть, в принципе, можно взять, и оно не так уж смотрится большим, но лучше бы сидела именно S. И вот они, это детские футболочки, такие, короче, классные. Хороший мальчик, и они из разных цветов. И вот принц на белом камне. Короче, класс. Сейчас принц у длинкин размер. Я вам покажу в развернутом виде. А вот для девочек. Прекрасная принцесса и сердечко. Вот тоже прекрасная принцесса в разных цветах. Розовенькая, черненькая. Очень класс. Тут много разных нарядов. Так как нет моего размера, я сейчас буду выбирать что-то другое. Но я хотела именно этот сарафан, потому что классный материал. Он такой, не жаркий для лета. И то, что у меня новая тату, мне же хочется его выгуливать. И поэтому я хотела именно этот сарафан, чтобы было открытое плечо. Ну, сейчас буду что-то смотреть. Мне показывают варианты. Это такие платья-майки. Но так как у меня тоже уже есть похожие, то я бы хотела что-то другое. Вот. Что мне еще нравится? Сейчас я вам покажу. Есть... Помните, на мне вы видели из Вайкики платья-рубашку. Вот здесь есть еще круче. Такого зеленого цвета платья-рубашка. И желтого цвета. Тоже, короче, такая прям классная-классная. Что еще есть как вариант? Ну, такие вот сарафаны. Вот цвет тоже классный такой. А это вообще такая нежность-нежность. Такое невесомое. Блузка невесомая. Класс. Вот платье классное тоже. С запахом. Платье-халат. Но оно, конечно, потеплее. Видите? Такое. У меня такой спортивный костюм. Вот цвет такой же. И материал такой же. Кстати, классный. И стирается хорошо. И вот еще платье-рубашка черного цвета. Очень сексуально смотрится. Так, цвет. О, вот. И розового цвета тоже. Красненько. Вообще, такое легкое-легкое. Было прозрачное. Супер. А вот длинное платье-рубашка. Такое прям плецент-плецент. Длинное. Тоже как вариант. Классное. А тут для мужчин. Есть спортивный костюм. Покрути хорошо. Подбокер разные. Штаники. В общем, короче, мужчин тут тоже можно одевать. Все, сейчас буду что-то выбирать. Как вам цвет? Размеры тому это XS. И тут можно сделать опять же вот так. И мне очень нравится цвет. И еще нравится то, что его можно под кроссовки надевать. И под каблук. И в общем, короче, и так можно. И вот так можно. И цвет очень-очень классный. Поэтому я возьму вот это. И оно такое легкое-легкое. Ощущение такое, что на мне ничего нет. Короче, я очень довольна. Ну и вот стоит выбор между тремя футболками. Тут логотип кабанчиков. Мне тоже очень нравится. Потом хороший мальчик. И принц на белом коне. Вот я, если честно, думаю, или принц на белом коне. Или хороший мальчик. Цена футболки стоит 400 гривен. А платье сколько стоит? 980 гривен. 980 гривен. Вот. Так что? Да, да, все. Все правильно. Какую брать, не знаю. Пишите мне в комментариях, какую бы вы взяли своему сыну. Хороший мальчик или принц на белом коне. А это, кстати, футболка у меня с того года тоже отсюда. Дайте кофе. Помните ее, да? Я очень люблю футболки с крутыми надписями. У меня очень много знакомств. Такие подходят ребята, говорят, кофе угостить. В общем, девочки, это как вариант. Когда я ее выбирала, у меня такой мысли не было. Ну, я просто люблю кофе, поэтому я ее выбрала. Потому что, типа, дайте кофе. А тут, вот, видите, приходится отбиваться от молодых людей. Но она тоже классная. Она так подходит под все. Все, я уже, я уже бегу. Потому что меня там Бетка ждет. Заехала в офис, взяла бальзам для губ. Вот такой вот. Это от Color Cellar, смотрите. Я его просто убила. Вот. Я пальцем выковырила. Он шикарен. Он просто для лета вообще бомба. Цена его 195 гривен. Сначала начинаешь пользоваться. Вроде бы, как, ну, чуть-чуть не так. А после он на губах просто бомба. Губы такие пухленькие становятся и увлажненные. Ну, вот он сейчас у меня на губах. Тот момент, когда, например, яркий наряд. Или, там, вы накрасили глаза, вот, как я. То, чтобы не был перегруженный образ, то губы должны быть просто-таки нейтральные. Но при этом увлажненные. Вот. Ёжика, видите? Прям вообще вот, ворот. Ворот я закрываю и увидела его. Что такое? Доброе утро. Всем привет. Сейчас я тише сделаю. Кто тут радио включила? Я не тише сделаю, дверь закрыла. Я вам обещала, что я буду снимать, что у меня будет происходить после того, как уехали мои. Прошло уже два дня, я ничего не снимала, потому что, по сути, ничего не было. В пятницу... Что было в пятницу? Я ничего не было в пятницу толком. Рабочие вопросы, снимать было нечего. В субботу я просто была целый день дома. Выехала только в магазин за продуктами. И заехала на СТО. Мне проверили газ... Ну, короче, мне муж установил газ. И надо было проверить настройки. Все. Я у вас... Ну, в инстасторе я вам жаловала, что мне нутно, что мне делать нечего, что я валяюсь дома, никуда выходить не хочу. И я скажу честно, я очень соскучилась за детьми. Когда ты куда-то уезжаешь, это одно. Но когда они уехали от тебя, и ты дома сама и ходишь по дому, и тебе заняться нечем, это, конечно, это очень как-то грустно. А, вспомнила. В пятницу убирала. Я убирала, и сегодня тоже буду убирать. Сегодня воскресенье. Вечером, может быть, выйду все-таки с подружкой посижу, потому что, ну, мне кажется, я так закисну. У меня тут во дворе кипиш. Вот, видите, все разбросано, потому что до двора мои руки не дошли. Игрушки валяются, демкины. Мы достали, наконец-то, игрушки, которые застряли на крыше. Вот. Сейчас я буду завтракать, и вы у меня спрашиваете, чем я питаюсь, почему я такая худая. Я питаюсь один-два раза в день. Многие могут сказать, это неправильно и тому подобное. На самом деле, по питанию хочу снять видео и сказать вообще свою точку зрения по этому поводу. А сейчас вам просто покажу, что я кушаю, то есть, чем я завтракаю. И хочу вам еще показать, что я была на рынке, купила мяту перечную. И можно еще, ну, разные там травы вот так вот ставить в стаканчик. Они тогда долго стоят. Это я увидела на Кипре, в йога-отеле. У них это везде. И это так круто. И действительно, подошел к стаканчику, взял, например, травы, кипятком залил, и все, и пьешь этот чай. Очень вкусно. У меня тут, кстати, ромашечка даже есть. Вот. Сейчас вам покажу все-таки свой завтрак. И все-таки в дальнейшем сниму видео, что я ем. А потом пойду убирать. Вот такое вот у меня воскресенье. Итак, у меня здесь разные сухофрукты, орехи, семечки, в общем, все, что угодно. Все это я сейчас засыплю кашей овсянкой. Овсянка с черникой. Мне нравится именно это. Это от Аксы. Она такая прикольная. Залил, поставил на 5 минут, потом кушаешь очень вкусненько. И еще добавлю в эту смесь вот такие вот вяленые яблоки. Это я покупаю для Демки Доминики. Очень вкусные. Сейчас я вам их покажу. В инстасторе я уже показывала. Это стопроцентный продукт производства Украина. Стоит, по-моему, 27 гривен. И тыква, там больше грамм, стоит 40 гривен. Я покупаю малым. Демка это воспринимает как конфеты. И, то есть, я заменила конфеты вот такими вот вкусняшками. Ну, все. Вот так вот я завтракала. Ну, и, конечно, потом будет чай с мятой. Вот так вот. Мне Марина рассказывает, где вкусно. Виногучина говорит, сейчас мы здесь доедаем и идем в какое-то другое место. В общем, короче, я... В дорогу. Да. В общем, я не знаю, она меня водит. Ты трезвая, вот и что ты меня. Я ожидаю, не пью. Марина меня сейчас будет везти в какое-то другое заведение. Короче... Марина его не очень любит. Не слушай. А чего? Ты его не любишь, но мы туда идем? Нормально. Я не люблю заведение, но я туда иду. Я веду Аню. Сижу на вокзале, жду своих. Прошли выходные, пролетели просто. Не могу сказать, что я особо что-то снимала. Я в основном снимала в сторис, какие-то такие маленькие мелочевки. Я вам вставлю, покажу. Вот. А так, в принципе, они прошли очень спокойно. Мне девчонки... Вы же, подписчицы, мне писали. Аня, детей нету, надо гулять. Не получилось особо погулять, потому что я не заядлый такой там. То есть по ночным клубам я не хожу. Один раз ходила с подругой в заведение. Мы поужинали. Что еще было? Приехал мой друг, он сам в Запорожье, и сейчас улетал, ну, получается, с братом и с мамой. Мы все увиделись, я съездила в Ирпень. Мы, получается, погуляли по парку, поели. Вспоминали детство, насмеялись. У нас 19 лет дружбы. Это ого-го сколько. Я вам обещала показать друга. Вот он. Бородач. Он стесняется очень-очень. С детства. Прям с детства, с детства. Вот. Красота. Красота. Дорога на Ирпень. Ого-го сколько. Ром, если ты смотришь, тебе привет. Вот. Он очень стеснительный. Я пыталась. Я говорю, давай возьму у тебя интервью. Так, утро. Я не накрашена и очень хочу спать. Поэтому не обращайте внимания. Я говорю, давай возьму у тебя интервью, потому что мне очень было интересно, вот, чтобы вы увидели его в общении, потому что он уже 4 года в духовном развитии. И, в принципе, я только встала на этот путь. Он столько мне всего интересного рассказал. Вообще, я вообще, я поражена. И вообще, он большой молодец. Вот. Что еще было? Было, было много уборки. Меня просто, знаете как, и Остапа понесло. Так как никто не мешал, обычно я убираю, и Дема мне пылесосит, помогает. Вот. А тут никого нет, и я включила музыку громко-громко, как когда-то в детстве. И начала убирать. И убирала до тех пор, просто пока там уже ногти, я уже смотрю, такие, так, ногтям скоро придет трындец, поэтому думаю, надо полегче, полегче, Аня. Вот. Ну, в общем, как-то так. Что еще было? Ну, в принципе, больше ничего и не было. Четыре дня пролетело очень незаметно. Я очень соскучилась за детьми. Особенно за Демкой, потому что он маленький, он там без меня. Я не могу сказать, что он плакал, но он постоянно звал маму. Ну, это так муж говорил и бабушка, то есть моя свекровь. Я по телефону разговариваю, он говорит, в принципе, ну как, папа, если куда-то там вышел, ну, с друзьями куда-то, то в обед, говорит, я укладываю его спать, а он зовет мама, мама, папа, папа. То есть спать его клал папа, ну, и у нас с мужем договоренность была, что, говорю, у него стресс будет, потому что забрать из дома, забрать от мамы, привезти как бы вместо, ну, то есть он у бабушки ни разу не был, поэтому, ну, для него будет стресс. Мы договорились с мужем, что он будет его укладывать спать и в обед, и на ночь. Поэтому, ну, вроде бы муж говорит, что он выдержал обещание, то есть сдержал его. Вот, ну, вот сейчас буду встречать и прям очень-очень-очень-очень-очень съем просто своих деток. На этом, наверное, я влог закончу, и ПС будет, я вам ставлю, ну, если получится, что-то заснять с малышами. Вот, насколько они подросли, мне кажется, что 4 дня, это, наверное, Дема уже очень-очень вырос, Ника, наверное, вытянулась. В общем, я вам ставлю как ПС. Спасибо, что посмотрели этот влог, и до новых видео, до новых влогов. Пока-пока. Печенье вакавака. Там печенье вакавака. Смотрите, как папа одел на его льданку. И дома вакавака печенье. Вакавака. Точно, что с деревни приехали. Там дома вакавака. Дема, тихо, 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 тихо. Демовка, ты за мамой соскучился? Пошли, вот там дома вакавака. Дема кушал ваку-ваку. Вакавака – это что-то вкусненькое. Дема вакавака. Я хочу, чтобы давай дрожжи вкупали. Не, потому что Дема вакавака. Нике понравилось? Да. Очень. Дема вакавака. Она сказала, что она хочет с бабушкой вместо лагеря. Да. А Дема маму обнимает за ножку. Он соскучился за маму. Иди обнимать маму. Дема вакавака. Дема, хрип? Я хрип, да. Почему ты хрип, мама? Так это то, что мама нормально разговаривает. Дема вакавака. А у кого сопли вот тут вот? У кого? У Дема? Будем сопли лечить? Нет. И рот грязный? Да. Да? У папы платочек. Папа платочек как савдепию. Класс. Это самая бабушка дала нам дорожку. Класс. А она нам курицу, которую сделала в духовке, дала. И котлеток. И помыла нам, потому что вкусное, красное. Мама, дома вакавака. Все, поехали домой. Дома вакавака. Да. Тебе только вакавака.